В Омске уже 8 школ закрылись на карантин из-за эпидемии гриппа, а частично приостановили учебу в 43 учреждениях. У РВИ гриппом болеет 16 тысяч человек, большая нагрузка ложится на скорую помощь, вызовов стало больше на треть, среди пациентов много детей. О том, как сибиряки переносят эпидемию гриппа, расскажет Юлия Боброва. Всякие лекарства. Не знаю, вот градусник такой милый у меня есть. Студентка Анна Режапова показывает свой противопростудный набор. Большая корзинка с лекарствами, овощи, лимонный сок. Так девушка уже две недели лечится от простуды, к врачу не идет. Уверена, что с болезнью справится сама, несмотря на то, что экзамены мешают постельному режиму. От насморка капала капли, шикала нос, полоскала горло, потому что я знаю, что в основном все бактерии в горле находятся. Большой опыт уже есть. Все мы болеем, все мы живем в Сибири, и где холодно, и все мы умеем как-то лечиться. Только вот медики считают, в период эпидемии самолечением заниматься нельзя ни в коем случае. Врачи говорят, за последнюю неделю число вызовов скорой резко возросло. Обычно пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа, которым требовалась срочная помощь, в Омске было примерно 70 в сутки. Сейчас уже около 400. Многие обращаются за помощью, когда уже появились осложнения. Например, кашель может быть симптомом пневмонии. Люди в течение длительного времени страдают подъемом температуры, слабостью, недомоганием, не обращаются никуда. Дети недолечиваются, идут в сад, там опять идет заражение. Так в Кемерове из-за эпидемии закрылись все городские школы. Идет закрытие при отсутствии во всей школе 20% детей и более, и закрывается класса частично, если отсутствует более 20% детей. Врачи говорят, все дело в профилактике. Например, вот эта новосибирская школа никогда не закрывалась на карантин. Кварцевыми лампами пользуются весь год, а в период эпидемии детям выдают маски. Но главное прививки – вакцинацию прошли больше половины учеников. Правда, некоторых родителей уговорить бывает непросто. Все-таки прививки-то идет дело добровольное, родительское, только согласие родителей. Это дети старше 15 лет правят принимать решение сами, прививать или не прививать себя. А в основном это же согласие родителей. Поэтому здесь, может быть, даже я вам скажу, что 10 лет назад прививались лучшие дети, чем сейчас. Сейчас прививаться поздно, поэтому врачи рекомендуют соблюдать меры защиты. Мыть руки, почаще проветривать комнаты, пользоваться масками. А если заболели – идти в поликлинику и брать больничный. Ведь почти любая эпидемия, говорят врачи, становится возможной именно потому, что люди сами не следят за своим здоровьем. Юлия Боброва, Павел Ходынский, Артур Хлопотин, Наталья Киселева, Светлана Шуваева. Новости здесь, Омск.